С ушедшим годом как-то не задалось. Давайте следующий. Кривая жизненного пути непредсказуемый год крысы стал полным тому подтверждением. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и это последний выпуск ушедшего 2020. Мы начинаем. Слышь, мальчик, чипсов принеси. Безусловно, год 2020 войдет в историю как самый провальный по части экономики и по части демографии. Виной тому, конечно же, пандемия. Ситуация с коронавирусом является таким краш-тестом, показателем эффективности работы государства. Российское государство расписалось в собственной недееспособности в ситуации этой вспышки. Оно фактически заявило, ребята, мы 30 лет гробили советскую систему здравоохранения лучшей в мире, но теперь вы будете нести ответственность за последствия нашей политики. А последствия самые, что ни на есть страшные. Смертность в России на конец года достигла почти двух миллионов человек. Самоизоляция, которую в народе окрестили самоликвидацией, породила и ряд других проблем, но уже психического характера. В Саратове мать выбросила двух дочерей из окна четвертого этажа. Кровавая драма произошла в Екатеринбурге. Там хозяин квартиры, в которой проходила вечеринка, расстрелял гостей из Сайги, а затем покончил с собой. Помните, как мы оказались в изоляции? Без возможности выйти на улицу, а единственным другом человека стала собака, которую выгуливали всем домом. Да и курьеры стали куда востребованнее, чем те же полицейские. Скажи мне кто-нибудь, это хотя бы год назад. Я бы усомнилась в его адекватности. А теперь это уже страшная, но реальность. Мертвая вода, оставившая след на репутации норникеля, уже никогда не станет прежней. Разлив топлива в Норильске признан самым крупным экологическим бедствием за всю историю человечества. Первый день катастрофы господин Потанин, брызжа слюной, убеждал президента, что на ликвидацию последствий потратит столько денег, сколько нужно. А потом, расслабившись, понял, что с Росприроднадзором за кровно заработанные можно и пободаться. Ну и не согласился с выставленной суммой в 148 миллиардов рублей. По оценке его экспертов, заткнуть рот природе можно и за 20 миллиардов. При этом реальное наказание понес только один человек, бывший мэр Норильска. Хотя понес это тоже громко сказано. Скорее вынес из зала судебного заседания и навсегда о нем забыл. Шесть месяцев исправительных работ и 15% удержания заработка. Такова цена самой масштабной экологической катастрофы планеты. А на подходе вторая экологическая катастрофа, но уже в Карабаше. Там люди живут как в газовой камере. И об этом у нас есть отдельный спецвыпуск. Очень важная книга и читать ее нужно всем. Сказала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исенбаева. И речь идет не о сказке о золотой рыбке и не о колобке. Комментарий любительницы шеста был о Конституции Российской Федерации. И на минуточку именно она, Исенбаева, и вошла в рабочую группу по подготовке поправок в эту интереснейшую книгу. А че? Нормально? Человек, который не читал Конституцию, будет обсуждать поправки, суть которых даже не понимает. Для многих, как и для меня самого, честно говоря, вот то, что происходит, это какая-то странность. Ну давайте так, честно, откровенно. Государственная Дума рассмотрела поправки, приняла. Совет Федерации их ратифицировал. Президент подписал. Захотел и узнал, нагнав провластного электората на пенечки и багажники конституционного голосования. Большего бреда и абсурда в нашей стране еще не было. А потому те рекордные 78% проголосовавших за даже никого и не удивили. Мы смирились и продолжили жить красне за поступки народных избранников. А кто-то ведь обещал никогда не менять Конституцию под себя. А сам и на трон на пожизненный сел, и неприкосновенностью себя обложил. Видимо, переживает, что не спина зачесалась, а где-то в районе теменной доли. А еще этот год стал богат на политические репрессии и неприкрытое хамское давление свободы слова и отдельных журналистов. Закрыть рты неравнодушным стало не просто самоцелью, а единственным возможным способом деградации населения. Говорили о блокировке Телеграм, поговаривают о блокировке Ютуб. А по факту стреляют по всем без разбора, кто хоть как-то посмел приподнять бровь на действующую власть. Кстати, всенародной любви хабаровчан к своему губернатору и правда можно позавидовать. Их разгоняют с особой жестокостью, а они все равно выходят. Их смывает дождем и непогодой, а они не отчаиваются. Их наказывают Дегтяревым, а сдаваться они так и не собираются. Один на один со своей проблемой не оставили хабаровчан и жители других российских городов. В Екатеринбурге в первый день митинга вышли порядка 500 человек. Кабаровск, мы с собой! Кабаровск, мы с собой! Кабубинец моя! Моя долг поддержать российский народ и буду вместе российским народом до конца! Вот так вот Россия заручилась поддержкой иностранных граждан. А что еще остается делать, если мы в своей стране даже и хотеть-то ничего не можем? Жонглирование пенсионным возрастом в 2020 привело к тому, что вчерашние подружки одного года рождения теперь выходят на пенсию в разные годы. Родилась во втором полугодии, приходи за пенсией в следующем году. Но по прошествии года стало очевидно, что спецоперация провалилась. Возраст повысили, негатива хакнули, а денег по-прежнему нет. Или есть, но не на пенсионеров? Зря вы хрюкаете, потому что не хрюкаю, а покашлю. Ну, тем более. Друзья, ну и это еще не все. Оказалось, что обещанные товарищем Медведевым, ну вы поняли, кому он товарищ, да? Деньги в сумме 1000 рублей к пенсии после запуска реформы так и не дошли до адресата. Максимум, который был зарегистрирован, это 700 рублей. Кстати, друзья, расскажите, как обстоят дела в вашем регионе. Вы получили обещанную прибавку? Просто хочется понять, куда ушли сэкономленные деньги. Потому что дорога, откуда они идут, уже частично разбита. Молодежь сделала выводы и вовсе не собирается платить никаких страховых взносов, предпочитая серую зарплату и инвестиции куда-нибудь подальше от пенсионного фонда. А между тем, справедливо-россы в 2021 планируют выйти с инициативой возврата к прежнему пенсионному возрасту. Ну нормально, да? Попробовали, не получилось, откатили назад. А не давать ход сырым решениям изначально нельзя было? Берлинский пациент, блогер, больной, как только не обозвали нашего Алешу. А он не только все выдержал, но и с новыми силами взялся за старое. При этом существенно подпортив репутацию российского лидера. Теперь некоторые отношения глав государств разделились на доотравление и после отравления. И прежними, скорее всего, уже не будут. Попытка подорвать здоровье Навального несколько недель держалась в новостных трендах России. И как бы Кремль не утверждал, что все это фантазии воспаленного мозга, а идеальную картину мира значительно подпортил господин Нарышкин. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории одной из стран НАТО, сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. И там обсуждался вопрос, каким образом поддержать или оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и очень приближается к нулевой цене. И, знаете, в качестве одного из вариантов, одного из механизмов, на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой сакральной жертве. Сегодня Навальному угрожают реальным тюремным сроком. Он не появился в России к концу ушедшего года. И условный срок ему собираются заменить реальным. А я это что, вслух сказал? Конфликт Грефа и Михалкова стал одним из обсуждаемых в среде средств массовой информации. И только благодаря журналистам об оговорочках Грефа по Фрейду стало известно общественности. Как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Одним из первых на столь откровенное неуважение к народу обратил внимание Никита Михалков. В своей программе Бесагон ТВ он открыто заявил о том, что Греф фактически является инициатором уничтожения здравосмысла. И это только в начале года казалось чем-то нереальным. А вот к концу года все встало на свои места, и мы увидели, к чему привела оптимизация медицины. Так к росту смертей. Так вот Греф предлагает таким же образом оптимизировать и образование. А это неизбежно приведет к деградации общества. Михалков инициативу раскритиковал, что и стало причиной конфликта. Позже политолог Михаил Хазин четко даст понять, кто в доме хозяин. Благодаря чему Греф тихо отползет назад, а конфликт затеряется в информационном пространстве. О Росреестре у меня были самые хорошие впечатления, пока я с ним не столкнулась лично. Но на этот год пришлось самое большое количество упоминаний Росреестров в сети в разделе новости. То скрыли одну недвижимость, то другую. В итоге не засекреченными остались считанные по пальцам провластные лица. На этой неделе стало известно, что Росреестр спрятал недвижимость руководства Минобороны, а также дома Игоря Сечина и Михаила Мишустина. Об этом сообщают открытые медиа. В своем материале СМИ отмечают, что данные о собственности главы Роснефти Игоря Сечина и премьер-министра Михаила Мишустина пропали с начала октября. Кроме того, Росреестр скрыл информацию о доме главы Минобороны Сергея Шойгу и коттеджи его заместителя Руслана Цаликова стоимостью около 1 миллиарда рублей. Нет информации и о части недвижимости другого заместителя Шойгу Алексея Криворучко. Все это подтверждает тот факт, что коррупция процветает в нашей стране, начиная с самых высших чинов. Примечательно, что в список невидимок попали и связанные с громкими скандалами. Зам министра обороны Криворучко, например, упоминался в деле об отравлении Навального, а глава управления ФСБ по Москве и Московской области Дорофеев фигурировал в деле Голунова. А вот Терешкова обнулила свою недвижимость вместе с президентскими сроками своего главнокомандующего. В конце декабря в третьем чтении Госдума приняла закон о сокрытии сведений об имуществе судей, прокуроров, следователей, сотрудников силовых ведомств, а также, внимание, близких людей, указанных лиц. Ну, то есть конец журналистским расследованиям положен. Вернее, на них положен. Помимо всего вышесказанного, в России изобрели вакцину от коронавируса, что само по себе уже вызывает смех, ввели систему стукачей, провели горячую линию с российским лидером, хотя я искренне не понимаю, кто и какие вопросы еще хотел задать своему президенту, потому что лично мне за 20 лет и так уже стало все понятно. Ну и, наконец, назвали причину всех бед России. Ею оказался разнотык. Вот таким был год 2020. Вот и хорошо, что он закончился, и я искренне желаю ему больше не возвращаться, а уходя забрать с собой всех своих крыс, а также вирус, болезни, пандемии, безденежья, абсурдные законы и коррупцию как таковую. Ну, а в новом году я хочу пожелать всем вам сил, оптимизма и терпения. Ну, и тем, кто еще не догнал, что Россия – это вообще-то наш с вами дом, и только мы сможем навести в нем порядок, я желаю побыстрее прийти в себя, вылить из своего мозга кисель и посмотреть на происходящее критически. Я верю в вас, приложите усилия, и у вас все обязательно получится. Субтитры подогнал «Симон»!